Вообще, конечно, это здорово, что у нас сегодня в качестве представителей клиентов сотрудники таких крупных компаний. Я думаю, что среди огромного количества их потребностей каждый найдет какую-то свою, а уж результаты-то точно подойдут каждому из здесь присутствующих. Еще раз, мы хотим поговорить с нашими экспертами о тех потребностях, которые привели их в эти проекты, и о тех результатах, которые были получены. Как и в части с ВМС, скорее всего, возникнет вопросов больше, чем вы услышите ответов с этой трибуны. WhatsApp продолжает работать, на каждый из вопросов будет нами дан ответ. Первое, что лежит на поверхности, наверное, не только к ТМС, это относится к любой информационной системе, но в контексте нашего сегодняшнего мероприятия мы говорим, конечно, про транспортную логистику. Верно ли, что рост масштабов бизнеса – это то, что, в конце концов, становится одной из основной причин, по которой компания принимает решение о том, что необходимо начать проект по автоматизации? Существует ли какой-то порог, проанализировав который, по какому-то из критериев или показателей, вы можете принять решение о том, что да, мы должны начинать? Как это было у вас, Алексей? Ну, это, наверное, было эволюционно, все до этого дозрели. Опять вернусь к той отрасли, которую я представляю. Заводы по мясопереработке бывают, скажем так, с ручным убоем, когда вы бьете 10 голов в час. Бывают уже автоматизированные заводы, когда вы бьете 600 голов в час, которые невозможно это вручную забивать с нужным качеством. То же самое и с логистикой, когда эволюционно компания подошла к объемам, которые уже невозможно перерабатывать вручную, когда порог ошибок в ручном вводе информации, порог ошибок при ручном планировании маршрутов стал бить деньгами по бизнесу, компания и топ-менеджмент компании поняла, что пора этот процесс автоматизировать, убирать человеческий фактор. Мария, а вот вы, как исполняющаяся страна в этом проекте, вы чувствовали, что агропромкомплектация в момент, когда начинался проект, уже захлебывалась? Нет ли у вас, не возникло ли ощущения, что, может быть, им стоило чуть раньше начать? И если возникло, то насколько? Или, например, есть какие-то другие примеры, как было это не так, как у Алексея? Ну, конечно, к ТМС и к внедрению другой системы нужно готовиться заранее. Мы об этом всегда рассказываем. То есть сложно внедряться в тот период, когда уже совсем накипело. К этому нужно подходить несколько ранее. Вот на самом деле я больше хочу прокомментировать, вернее спросить у Дениса, каким образом у них обстояла ситуация, потому что вы начинали совсем с небольших объемов. Стоит ли внедрять ТМС там, где там в парке 5-10 машин? Есть ли какой-то ограничивающий критерий в этом плане? Ну, отвечая на вопрос, мое глубокое убеждение, что да, даже при парке 5-10 машин внедрение специализированной транспортной системы даст обязательный эффект. Что касается конкретно нашей ситуации, мы сознательно начинали с небольших объемов, поскольку это в обоих случаях была некая новая услуга, новый продукт. И мы сознательно хотели его обкатать на каких-то там, на части регионов, на части парка, чтобы потом уже спокойно переходить к масштабированию. Ну а нам, как внедренцам, что было проще, что было предсказуемее? Нам, как внедренцам, конечно, проще начинать заранее. Начинать заранее? Про масштаб бизнеса понятно. Действительно, когда там начинают зашиваться все сотрудники соответствующих подразделений, интуитивно понятно, что что-то нужно сделать, в том числе и с автоматизацией. Есть ли что-то еще, что является вот таким обязательным критерием, глядя на который, надо принять решение, что пора начинать автоматизировать и транспортный цех? Ну здесь смотрите, картина какая. Когда у нас большое количество заявок, логисту приходится достаточно сложно. Потому что, кроме того, что ему необходимо каким-то образом спланировать маршруты, наиболее оптимальным образом загрузить максимально при этом транспортные средства, здесь еще накладывается ряд ограничений, которые ему нужно учесть. Там, например, те же самые временные окна доставки. Клиенты у нас сейчас очень требовательные, хотят получать свои заказы точно в срок, хотят получать свои заказы в день заказа или максимум на следующий день. Соответственно, в этой связи логистам без какого-то инструмента автоматизации приходится учитывать множество параметров, каким-то образом подбирать. И вот в этом пространстве, в котором работает логист, качественно выполнить свою работу без какого-то инструмента автоматизации достаточно сложно. Каким образом вот эти параметры, влияющие на алгоритм планирования, Денис, оказывают влияние на вашу систему? Для нас, как для перевозчика, как для доставщика даже можно сказать, жесткое соблюдение сроков – это один из ключевых параметров качества предоставляемой услуги. Наверняка многие из нас пользуются услугами интернет-магазинов различных, и все мы прекрасно знаем, что если я заказываю доставку в определенное окно с двух до четырех, то я хочу и получить именно в это временное окно. И, естественно, наш заказчик, то бишь отправитель, тот же интернет-магазин, требует от нас строгого соблюдения этих параметров. Кроме, естественно, обычных, стандартных для любой перевозки – вес, объем, километраж. И как только логист начинает учитывать еще и время доставки, объем работы по планированию рейсов увеличивается в геометрической прогрессии. И, естественно, тут система очень помогает в конечном итоге предоставить действительно качественную услугу. Актуальна вообще история с плановыми какими-то характеристиками прохождения маршрута и с информированием клиента о том факте, который происходит на самом деле? – Естественно, это тоже один из запросов бизнеса, запросов заказчиков. Благодаря ТМС мы имеем возможность не только в режиме реального времени отслеживать каждый рейс, каждый заказ, его состояние, прогнозировать какие-то ближайшие время исполнения следующих точек. Ну и также имеем возможность эту информацию предоставлять по запросу в каком-то виде нашим заказчикам и даже получателям в виде каких-то смс-оповещений, возможно, онлайн-сервисов. В принципе, планируется такая штука, как визуализация рейса, когда получатель в определенный момент может увидеть на карте движущуюся к нему машину с его конкретным заказом. – Денис, спасибо. Здесь все-таки, конечно, каждому из нас, мне кажется, это просто прочувствует на себе, потому что такая цепочка B2C, и мы каждый понимаем, что нам бы хотелось получить в качестве части сервис, связанный с поставкой для меня какой-то продукции. Алексей, расскажите, пожалуйста, что является вот этими краеугольными компаниями, когда вы везете в B2B, какие параметры нужно учитывать вам при планировании доставки? Про сети, про что-то, про что-то упоминала Мария? – На самом деле все то же самое. Мы приходим в магазин, и все, наверное, поступают точно так же, когда вы приходите за свежим творогом или йогуртом. Вы лезете в самый конец полочки, чтобы достать самый свежий йогурт. Потому что в сетях выставляют самые свежие подальше, с истекающим сроком годности поближе. Наша задача при доставке в сети максимально быстро доставить нашу свежую молочную продукцию или мясную продукцию максимально быстро, чтобы она попала на полку. Вот эти вот плечи от завода до РЦ, от РЦ до полки должны быть минимизированы. Составить маршруты таким образом, чтобы эти плечи максимально уменьшить – одна из задач ТМС. Наша продукция должна быть максимально свежая и максимально быстро оказаться перед глазами покупателя. Мне кажется, это какие-то вещи, понятные на бытовом уровне. Маша, в чем преимущество системы? В том, что система позволяет учитывать эти ограничения. То есть, чтобы, Артем, ты понимал, при планировании система не просто что-то планирует, она учитывает множество критериев. Начиная с решения задачи Кларка Райта, подбора оптимальных маршрутов, заканчивая оптимизационными алгоритмами внутри каждого рейса, то есть как наиболее оптимально объехать те или иные точки. Плюс при этом накладывается более 30 ограничений, связанных с условиями доставки, что характерно для Алексея, связанные с окнами доставки, что, наверное, характерно для каждого из нас попадание в эти окна. Иногда окна доставки у нас очень жесткие, как, например, при работе с сетевыми клиентами. И, в общем-то, система это все позволяет. И при этом при планировании, цифры запросов я не буду говорить, но они, наверное, большие. Это вопрос больше к Дмитрию. То есть обрабатывается все достаточно быстро и учитывается очень множество критериев при планировании. Мне кажется, у Дмитрия стоит спросить. С точки зрения информационной системы, вот этот набор ограничений, то есть что это, это какие-то простые проверки на совпадение условий или что-то более сложное? Ну, с точки зрения информационной системы, не совсем правильно рассматривать эти задачи, потому что, по сути, это математическая задача. Это задача комбинаторной математики. Любая задача маршрутизации транспорта – это так называемый класс НП сложных задач, которые имеют единственный вариант решения, правильного решения, наиболее оптимального, только полным перебором. Да, существуют методы оптимизации перебора, вроде там метода ветвей и границ и так далее, но в любом случае рост количества заказов, количество заявок у вас будет сказываться не то, что нелинейно на времени расчета, а фактически, если вы достигнете на каком-нибудь процессоре или даже на ГПУ производительность, когда вы тысячу заявок будете рассчитывать за час, то тысячу одну заявку вы уже посчитаете за два часа, к сожалению. И вот этот нелинейный рост будет постоянно. И так как количество заявок все равно будет расти, и ограничить мы их никогда не можем, естественно, мы применяем различные методы оптимизации. Это так называемые эвристические методы, которые позволяют не найти идеальное решение, но найти решение, оптимально приближенное к идеальному за удовлетворяющее клиента и в данном случае удовлетворяющего логиста время. Основной метод, который мы используем, это эвристика Кларка Райта, это метод, который ищет оптимальное разбиение заявок на рейсы, методом экономии сбережений, скажем так. Фактически это обычная задача. Единственное, что для них требуется подготовленная статистика и подготовленная таблица расстояний между точками. И после этого эту задачу можно решать, решать вполне успешно, средствами как 1С, так и средствами там с УБД. Ну это к вопросу о математических методах внутри платформы. То есть это есть уже в платформе? Конечно, это есть в платформе. И более того, набор эвристических методов, которые мы применяем для решения задачи маршрутизации, мы будем расширять. Поэтому в будущем будут новые методы самообучаемых. Давайте переключимся на другую сторону экрана, не туда, где глубоко и сложно. Что видит пользователь, Денис? Расскажите, пожалуйста, все это планирование, что в итоге получается для наших специалистов, для тех сотрудников, которые за дня в день это выполняют? Ну, несмотря что вроде как все выглядит так, это немножко страшно. Для пользователя достаточно все прозрачно и просто. То есть есть заявки, есть точки. Они ложатся на карту, собираются в рейсы. Соответственно, рейс машинка, она едет, точки исполняются, либо не исполняются. Маршруты могут корректироваться. И в конце концов закрываются. То есть достаточно все дружелюбно по отношению к пользователю. Что касается больших объемов вычислений, у нас на старте еще первого проекта были достаточно серьезные опасения именно по нагрузочной части, по производительности. И мы проводили много тестов, вернее, даже просили нам организовать коллег из Аксилота некие нагрузочные тестирования. В общем, в итоге оказалось, финальный результат в 12 тысяч точек за полчаса, если мне не изменяет память, расчет, как бы разброс по маршрутам, в целом нас вполне удовлетворил. 12 тысяч точек. Мне кажется, каждый из присутствующих здесь в зале должен спросить у своих диспетчеров. Они честно учитывают все вот эти вот критерии, по которым говорили коллеги, планируя свои маршруты, или просто в угоду там вот этому результату в полчаса учитывают только самые важные. Влезла бы в машину и успеть бы машину это отправить вовремя, да и все. Удивительно. Но это было про планирование. Интересно, что происходит потом? Спланировали, появилась машина, загрузили, началась транспортировка. Насколько вообще важно знать, что происходит на рейсе? Действительно ли это та потребность, ради которой стоит начинать автоматизацию? Как это в вашей организации, Алексей? У нас как раз это становится, наверное, сверхважным. Так как мы везем не только готовую продукцию, мы везем и живок, да, то есть еще там живых свинок. И у всех на слуху те эпидемии, которые гуляют по стране, африканская чума свиней, и маршруты должны быть выстроены таким образом, чтобы машина не проходила через зоны, через очаги этих заражений. Поэтому нам важно не только, может быть, даже и не столько выехала машина и приехала машина, и даже вовремя она приехала. Нам важно еще и, где конкретно она ехала, и где она по дороге останавливалась. Потому что в этом случае, если вдруг он заехал не туда, или остановился где-то, постоял, или что-то не то сделал, то мы понимаем, что этот груз уже под угрозой. Поэтому доставка живка на мясокомбинаты, мы должны отслеживать все, что происходило на маршруте. То, что происходит при доставке готовой продукции в торговой точке или в РЦ, тоже важно понимать, что там происходит. Он сдает товар. Сеть говорит, что он привез условно 10 тонн и такой-то продукции. Водитель говорит другое. Учитывая, что у него онлайн информация на смартфоне, он тут же может все эти вычерки, все это передать диспетчеру. В случае, если у него возникают какие-то инциденты, поломался или еще что-то, он также оперативно это отражает, информация попадает в единую диспетчерскую. Поэтому нам важно не только выехал, он приехал, нам важен весь процесс. А пользуетесь ли вы какой-то функциональностью таких алерторов? То есть, был плановый маршрут по трассе М2, а он вдруг поехал по М4. Узнает ли об этом быстро диспетчер? Конечно, конечно. Это как раз в первой части, когда мы на карту маршрутов, мы накладываем еще и карту... Фактического выполнения. Да, то есть, эпидемиологическую карту, где мы видим, что нужно объехать. В случае заезда не на запрещенную территорию, это алерты будут выскакивать. Денис, а как с точки зрения транспортной компании, тоже актуально знать, как что едет? Или у вас там дисциплинированные водители, и здесь можно сильно не напрягаться? Ну, по поводу дисциплинированности можно много рассказать всяких историй, но напрямую это к теме вопроса не относится. На самом деле, естественно, в транспортной компании, возможно, даже еще более жесткая потребность в контроле непосредственно каждого рейса, каждого водителя, поскольку мы, грубо говоря, отвечаем не только там перед собой, перед заказчиком со стороны бизнеса, но и перед внешним заказчиком и должны всегда, как минимум для себя, иметь адекватную картину, что происходит на маршрутах, чтобы иметь возможность предотвратить какие-то возможные неприятные ситуации в будущем. ТМС позволяет осуществлять такой контроль вплоть до рейса, до точки, и, как я уже говорил, эта информация может быть использована не только для принятия каких-то там оперативных решений на уровне логиста, но и в автоматическом режиме для трансляции каким-то заинтересованным сторонам, заказчику, получателю и так далее. Вообще интересно, конечно, всякие вот эти визуализации на больших экранах, это всегда здорово повесить в чайной комнате и потом всем смотреть, как это происходит. Ну вот, Алексей упоминал о том, что водитель получил возможность отчитываться о фактах не только прохождения маршрутах, но и о фактах того, что он делает с товаром. Начал процедуру сдачи, пересчитал количество целых коробов, которые отгрузил, поставил какую-то подпись, вылезла накладная на принтере на мобильном. А только ли это, Мария, дает система своим пользователям возможность осуществлять там что-то в полях? На самом деле функциональность мобильного клиента, она важна. И там анализируя другие приложения на рынке, могу точно сказать, что у нас одна из наиболее широких функциональностей в части взаимодействия водителей и диспетчера. Кроме того, что коллеги уже озвучили, на мобильном приложении можно и грузовые места сканировать, вплоть до конкретного номенклатурного состава, подтвердить факт прибытия-убытия в точку, связаться с диспетчером, зафиксировать какую-то проблему. Все это в онлайн-режиме передается диспетчеру, собственно, который может реагировать на те или иные изменения. Но при развитии функциональности тут стоит еще учитывать, ну, вернее, как стоит, нам приходится учитывать влияние извне, те же самые влияния регулятора. Все мы знаем, что у нас есть дополнительные требования к тех же самим тахографам для учета режима труда и отдыха, платные дороги с платоном. Ну и вот что касается непосредственного взаимодействия водителя в точке, это интеграция с онлайн-кассами, когда непосредственно на месте необходимо распечатать фиксальный чек и, собственно, с клиентом рассчитаться. Поэтому на вот эти действия регулятора нам в том числе приходится как-то откликаться и развивать свою функциональность ТМС-решений в этой части. Поэтому, в общем-то, мы умеем интегрироваться со всеми перечисленными функциями регулятора, которые предъявляются при доставке грузов. Ну это же, Денис, это прямо вот ваша тема. Вы сегодня говорили про 54-й ФЗ. Это прямо та потребность, которая там однозначно про ТМС. Правильно я понимаю? Ну, тут все очень просто. Поскольку мы принимаем деньги у получателя, мы по закону обязаны пробить чек именно в месте приема денежных средств и в то самое время. При этом по требованию, опять же, закона в чеке должна присутствовать подробная информация по каждой товарной позиции. Суммы, описанием, налогом, налоговой ставкой и так далее. Если даже мы оснащаем водителя автономными онлайн-кассами, у которых сейчас достаточно большое предложение, разнообразное, мы сталкиваемся со следующей ситуацией. Предположим, в заказе 10 позиций, каких-то там флешек, дисков, не знаю, каких-то комплектующих. Получатель на точке все это посмотрел, почитал, пощупал и сказал, что нет, вот эта вот флешка мне не нужна, а остальные 9 я, пожалуй, заберу. Соответственно, водитель сталкивается с необходимостью и все эти 9 позиций четко забить в чек с их правильной стоимостью, чтобы получить корректную сумму в итоге, именно эту сумму принять, на эту сумму пробить чек. Мало того, что это долго, это дает большой простор как для каких-то возможных махинаций, так и просто большая вероятность человеческой ошибки. Поэтому для нас ключевой была возможность интеграции системы ТМС с неким платежным агрегатором. В данном случае сейчас в реале это выглядит так. Водитель заявки в приложении Axelot отмечает те позиции, которые он выдал. Информация об этом передается в кассовое приложение. В данном случае им является iBox. Соответственно, на основе этой информации формируется уже готовый кассовый чек. То есть водителю не надо набирать там эту номенклатуру, как-то что-то там пробивать цену каждой позиции. Он просто нажимает на кнопку пробить чек, объявляет получателю сумму. Соответственно, кассовое приложение фискализирует этот чек. И на мобильном принтере выбивается удовлетворяющий всем требованиям законодательства реальный кассовый чек. Плюс мы имеем возможность отправить также электронный чек по имейлу, либо в виде смс на мобильный телефон получателя, по желанию. Вот так это все работает. И нас это вполне удовлетворяет. Алексей, насколько я понимаю, вы тоже увеличили ту часть процесса доставки товара клиента, которая автоматизирована при помощи функциональности мобильного клиента. Что не получалось сделать без этого? Какая была проблема, которую вы решили при помощи доступа к системе водителя непосредственно в точке? Это проблема вычерков. То есть, когда мы доставляем в сеть груз, а это, как правило, регулярные доставки, и сеть принимает не весь товар, так как у них сейчас пересорт или перегруз по одной из позиций. И идут вычерки. То есть, эту позицию мы берем, эту мы берем только частично, эту мы берем, эту мы вообще не берем. Эта информация в режиме онлайн, она ценна. В режиме оффлайн это ведет к хаосу. То есть, пока водитель, а если это еще и наемный водитель, пока он эти вычерки бумажные все довезет на наш РЦ, пока наш РЦ там все это переработает, пока это все загрузится в базу, опять же, в ручном вводе, уже наступит следующий или через день, и мы получаем некую такую переходящую волну, которая нас захлестывает. А с учетом, наверное, сроков годности, которые для вас очень актуальны, это прям критично. Естественно, да. То есть, мы на следующий или через день мы только понимаем, что у нас в эту сеть идет большой перегруз там одной позиции и недогруз другой. Дмитрий, вот расскажите, пожалуйста, здесь мы как бы удлиняем бизнес-процесс, продлевая его фактически там до нашего покупателя, до получателя нашего товара. Понятно, что классическими историями, там, ну, обычное приложение, обычные интерфейсы, реализовать такую штуку там вряд ли получится. При помощи чего появилась возможность вот, там, достучаться до тахографов, сделать в мобильном телефоне какое-то приложение? Что за технологии? Да, технологии, собственно, нет. Мы, по сути, имеем возможность реализовывать интеграцию как мобильного клиента, то есть на стороне того телефона, то есть не имея даже связи иногда с родительской системой составной, мы можем реализовать интеграцию с любым обработанным, но если виртуальные кассы вроде Алибокса, то все равно требуется, конечно, интернет вам. Если же это касса реальная, то мы с ними тоже интегрируемся, и обязательно, ну, то есть, можем распечатать чеки на большинство, ну, там, на самые популярные кассы, которые у нас есть. С другой стороны, интеграцию с системами, ну, там, с тахографом, с платоном, мы все же выполняем на стороне основной корпоративной системы, ну, и корпоративной, основной транспортной системы, просто для некоторых, вводе перевозчиков, она же и корпоративная. Собственно, на стороне ТМС-X4 мы можем загружать данные платона, данные тахографов, ну, фактически почти любые данные, которые от нас требуют регуляторы, либо клиенты, которые хотят отслеживать данные, в том числе данные по заправкам и так далее. Ну, и один из наших плюсов, как российской компании, мы всегда отслеживаем наше российское законодательство, и наша система всегда соответствует требованиям, которые у нас предоставляются к перевозке, и иногда продажей груза. Сегодня много говорили про платформу X, про то, что она состоит из нескольких компонент. Ложится это в общую архитектуру платформы Axelot X? Вот именно такие соединения. Конечно. Ну, то есть, фактически это довольно базовый процесс, когда ТМС, как система оперативного управления, она загружает все данные о том, что происходит с транспортом, а дальше уже агрегирует в себя, может передавать дальше по уровню, по цепочке в другие компоненты платформы. То есть, все эти решения, они там с учетом того, что транспортная система – это датарион ESB, и при помощи нее обеспечивается именно такая бесшовность, близкая к онлайн. Смотрите, интеграция вообще с оборудованием может выполняться и как с использованием датариона ESB, так и напрямую, потому что, например, мобильный клиент, естественно, никак не связан с датарионом ESB, потому что он удален, он работает на мобильном устройстве, на андроиде, никакой компоненты от основной системы интеграции там нет. Но те данные, которые попадают в центральную часть системы, естественно, загружают… Ну, могут загружаться и не так, но мы все-таки рекомендуем использовать в виде транспорта нашу шину данных, потому что отслежимость таких потоков становится сразу сильно лучше и понятнее, что происходит у вас в системе. Ну и вообще появляется, по всей видимости, возможность администрирования. В принципе, там мы проведем обучение инженеров и достаточно там узкой квалификации специалистов смогут следить за состоянием обмена по всему IT-ландшафту. Окей, здорово. Смотрите, вот мы сейчас поговорили с вами о том, каким образом вы продлили процессы, как сделали возможность регистрировать то, что происходит с конечным получателем продукции непосредственно в системе. Меня, знаете, какой вопрос интересует? Вот, как ни крути, жизненный цикл продукции это такая огромная-огромная цепочка, в которой много-много звеньев. Часть этих звеньев автоматизируется в МС-системы, часть этих звеньев автоматизируется в ERP. Вот насколько для вас, Денис, внедрение ТМС-системы позволило заполнить существующую пустоту вот в этом жизненном цикле? И если позволило, то что это было? Ну, для нас, собственно, перевозка – это основной бизнес-процесс. И да, некая событийная модель, которая позволяет выстроить ТМС, естественно, этот процесс, жизненный цикл, его делает полным и непрерывным. То есть по данным, входящим в систему, мы видим с каждой, что произошло, в каком состоянии находится каждая конкретная заявка в конкретный момент времени. И, как я уже говорил, на основе этой информации можем генерировать исходящий информационный поток, в том числе вплоть до автоматического извещения. Ваш заказ пребывает в течение получаса какой-то еще доп. информации. Естественно, это кардинально расширило возможность анализа и управляемость продуктом. То есть, получается, бизнес-процесс-то был и ранее, но сейчас появилась возможность в зависимости от того, что происходит в том или ином узле, автоматически спланировать какую-то там коррекцию или набор каких-то действий, порождая новый бизнес-процесс. Да, естественно. Либо как-то упредить возможно возникающую неприятную ситуацию. То есть, допустим, мы видим, если что рейс явно задерживается по каким-то там независимым от нас причинам, мы можем заблаговременно договориться с получателем о переносе, либо там заблаговременно вызвать резервную машину, часть заказов перекинуть. Ну, то есть, какие-то действия логист может принять заранее, не дожидаясь, там, 11 часов вечера, когда понятно, что еще 10 заказов не развезены, и уже точно они развезены не будут, и мы получаем негатив как от получателя, так, естественно, и от заказчика. И это подсказывает систему? Естественно. Алексей, какие пустоты у вас заполнились? Чего не хватало в том уровне автоматизации, который был, и что появилось вместе с ТМС? Ну, наверное, в первую очередь автоматизировался контроль холодовой цепи для понимания общего. То есть, после того, как смол завода вышла упаковочка с производственной линией, вышла упаковочка йогурта, на эту упаковочку накладываются достаточно жесткие ограничения температурного хранения и времени хранения как такового до потребления. А до потребления еще проходит несколько этологистических плеч. Это хранение на складе мол завода, это доставка с мол завода на наш РЦ, это доставка с нашего РЦ на РЦ сети, и попадание уже на полку к нам, к потребителям. Если в самом начале при доставке со склада нашего мол завода на наш РЦ температура в кузове автомобиля будет неправильной, то все остальное, правильное хранение, оно уже ни к чему, там продукт испортился. Зачастую, когда, как это бывает, когда не соблюдаются температурные режимы хранения, сеть возвращает всю партию. Возможно, одна коробка только попала где-то в высокую температуру, но возвращается вся партия, это потери для бизнеса. Сейчас мы можем контролировать всю ходу цепочку от склада мол завода до сдачи в сеть. Это видно в ТМС, это видно в онлайн отчетах, эта информация может быть использована при эдопетензионной работе, поэтому это большой плюс. Спасибо. А вот что, я часто слышу термин, чем-то веет от него непонятным, это мультимодальные перевозки. Если я правильно понимаю, это перевозка, в рамках которых объект перевозки меняет, собственно говоря, то транспортное средство, при помощи которого транспортировка осуществляется. Есть ли вообще у вас, например, Денис, такой бизнес-процесс, который там мультимодальный, это перевозка и ТМС-система, она здесь про это, или это все-таки немножко в другом месте планируется и учитывается? Да, есть такая история. Выглядит она примерно так, что заказ следует, допустим, из Москвы в Новосибирск. Первым действием по обработке этого заказа является забор, допустим, у того же интернет-магазина и привоз его на московский хаб-распределительный центр. Дальше все, что едет в Новосибирск, оно из Москвы, соответственно, грузится в одну фуру, доезжает до Новосибирска. Естественно, фуру развозить по городу не очень как-то удобно. Следующая итерация, все, что приехало в Новосибирск, оно планируется уже непосредственно к доставке последней мили на маленькие машинки и разводится. То есть вот такая, это самая простая из используемых схем, соответственно, три плеча, забор, магистраль, доставка. И планирование, управление этой схемой в условиях 150 плюс филиалов по России, можно себе представить, какой это объем работы, так эту всю схему настроить, чтобы, во-первых, обеспечить максимальную загрузку магистрального транспорта, наиболее оптимальное планирование в регионах забора и на последней миле в регионе доставки и, естественно, выдержать заявленные ожидаемые оптимальные сроки по всей этой схеме. История такая есть и на ТМС она вполне успешно в свое время была наложена. То есть мы можем эту всю информацию иметь в одной системе и более оптимально эти вещи, ну, то есть, во-первых, видеть все показатели по всем точкам цепи и, соответственно, наиболее оптимально эти вещи планировать. То есть более лучше грузить фуры и более быстрее доставлять заказы. Слушайте, ну, спасибо большое. Я действительно прям проникся. ТМС – это та система, которая действительно нужна. Без нее такого нормального сквозного учета, конечно, не получится. Дмитрий, а вот к вам вопрос. Чтобы вот это, ну, назовем это, сопряжение систем было максимально комфортным, что делает компания «Аксилот». Вот про это ли платформа «Аксилот-Х»? Ну, все верно. Дело в том, что все логистические процессы в компаниях, они сквозные, они могут затрагивать довольно большое число систем, но прежде всего, это обязательно ВМС и ТМС, это транспортная система и склад, работать независимо, ну, то есть, если у вас есть, вам нужно управлять и складом, и ТМС, уже становится невозможным. Вам в любом случае придется сопрорегать эти две системы, либо используя интеграцию, либо некоторые пытаются это сделать все в единой системе. В нашем случае мы выпустили как раз платформу «Аксилот-Х» именно из-за того, что наши системы не только уже подготовлены для общения друг с другом, но и реализованы интеграционные методы между ними, но и, кроме того, все данные, которые хранятся в системе, вся структура данных, она, скажем так, адаптирована друг под друга. Обе системы прекрасно понимают состояние заказа в каждой из двух, ну, где он сейчас находится, кто его обрабатывает, в каком он состоянии находится со стороны транспортной системы, какое состояние со стороны складской. Вот даже если мы посмотрим ту же самую задачу информирования заказчика о каком-нибудь интернет-магазине, то заказчик у нас же всегда хочет получить заявку о том, что, ну, оповещение о том, что его заявка находится в этапе сборки, что она собрана, подготовлена к отгрузке, что она отгружена, и что она уже доставляется прямо к нему. Эти все оповещения могут дать две разные системы, потому что часть относится к задачам склада, часть к задачам транспортной системы. И платформа Axelot X, по сути, позволяет вам отправлять оповещения о состоянии общей заявки клиента, не задумываясь о том, где же реально это происходит. И именно эти бизнес-процессы, как раз подобные бизнес-процессы сразу планировались при проектировании системы платформы Axelot X. То есть спорных функциональных участков нет? Либо в ТМС, либо в ВМС? Конечно. То есть мы заранее продумали, каким образом будут решаться те или иные задачи, поэтому все логистические процессы мы поделили между системами, чтобы они ни в коем случае не конфликтовали между собой. И главное, чтобы все логистические процессы были обязательно закрыты. То есть чтобы не оказалась ситуация, когда у нас ТМС думала, что это будет реализовано в ВМС, а в ВМС почему-то наоборот. Отлично. Спасибо. Ну вот вы столько рассказали там и Дмитрий, и Алексей, и Денис, и Мария про возможности ТМС-системы, про те потребности, с которыми вы заходили. Есть же вытрепещущий вопрос, который задает, мне кажется, себе каждый сотрудник чуть выше среднего уровня в компании. Чем же выгоднее возить собственным или наемным транспортом? Вот, Алексей, расскажите, при помощи ТМС-систем получилось у вас сдать ответ на этот вопрос? Ну, если получилось, то как и какое? Ответа пока нет. Система только внедрена. У нас собственного транспорта значительно меньше, чем наемного. И оценить, чем выгоднее, это, наверное, как раз вот эта задача ближайшего времени, когда мы соберем достаточное количество статистики, чтобы понять, что нам выгоднее. Опять же, рейсы разные, рейсы разные, и есть сборные грузы, где надо по маленьким точкам много-много розницы развести, есть большие грузы, где там 20-тонники могут быть наемные, либо свои, то есть это сбор статистики. Но сбор уже есть. Сбор идет, да, сбор идет. Ну, как все мы изучали статистику, чем ее больше, тем релевантнее получается модель. Денис, не со что у вас. Вопрос-то получается провокационный. Как представитель транспортного цеха могу вам совершенно честно и объективно сказать, что собственный транспорт это дорого и хлопотно. Начиная с кучи законодательных ограничений, требований и прочей ерунды. Заканчивая банальными простоями, когда ну вот нет заказов, да, там какой-то провал в расписании, нечего вести. Что получается? Машины стоят, водитель отдыхает, но тем не менее должен получать какую-то минимальную зарплату, амортизация идет и так далее. Мы, естественно, на своем уровне эти вопросы решаем, там переброской на другого заказчика, на другие рейсы в другой регион, то есть оптимизация утилизации транспорта, что позволяет соответственно сократить издержки и предоставить там своим заказчикам оптимальные тарифы, которые скорее всего, ну я убежден в этом, будут выигрывать при сравнении там с содержанием собственного автопарка. Такой м-маркетинг. Дмитрий, ну вот я вижу, что у Дениса ответ вообще однозначный, Алексей собирает статистику, а что заложили в систему вы, да, то есть вот есть ли потенциальная возможность просто по нажатии кнопочки отвечать на этот вопрос или может быть будут еще какие-то кнопочки, нажимая на которые мы узнаем, еще какие-то ответы. Ну тут надо понять, что правильнее ответить на этот вопрос так, что платформа Axelot X, она вот сегодня ее представили, она естественно не останавливается, она продолжает развиваться, будут появляться новые модули, это в том числе появится модуль, который будет отвечать за оперативное управление транспортной схемой, то есть вы сможете планировать не только конкретные рейсы или конкретные доставки на конкретных плечах, но и планировать в принципе схемы доставки по транспортной системе, то есть понимать, каким образом вам лучше довезти из Москвы в Владивосток, там ехать или одной машиной, или заехать в Новосибирске, перегрузиться в Хаби, поехать в другой машине и так далее. это первая часть планируемой системы, планированная модуль, который выйдет в ближайшее время. Кроме того, естественно, мы планируем развитие системы в плане моделирования, но так мы все-таки система управляющая, то визуализацию моделирования мы делать не сможем ввиду и ограничений системы и в принципе это не наша прямая задача, есть множество людей, множество других программных продуктов, которые это удачно решают. С другой стороны, мы можем предоставить моделирование то, которое не могут сделать они. А именно мы можем на том объеме заявок за последние месяца три, которые вы выполнили в перевозке, завести новые тарифы нового перевозчика и посмотреть, что было бы, если бы мы возили этим перевозчиком все эти три месяца. Как бы это все изменилось? То есть фактически вот такие возможности посмотреть, они планируются к выходу в ближайшее время, ну там в течение ближайшего полугода наверное это появится. То есть вот это мечта для аналитика ответить на вопрос, а что было бы, если? Три раза вопрос задал, в итоге что-то получил. Ну наверное прям тогда вопрос по результатам того, что вы запустили. У Дмитрия планы, а что у вас? Алексей, вы уже вот этих вопросов назадавали или как? Мы назадавали их и начали получать ответы. Пока мы только анализируем, потому как мы получили тот инструмент, о котором все наши аналитики, руководители от логистики только мечтали. сейчас больше других вопросов. А вот эта система если так посчитать, она может? Да, может. А вот давайте посмотрим вот так. Отличная аналитика. Давайте теперь положим на это еще данные по ходу цепи. А вот так посмотрим. То есть конечно мы ждем вот этот инструмент анализа, что было бы если, но пока мы только изучаем и смотрим ту big data, которую мы получили и те инструменты аналитики, которые есть. ну да, главное, чтобы big data была, а потом мы придумаем что с ней делать. Денис, а что у вас? Изучаете ли вы затраты, добавились какие-то дополнительные разрезы, стало ли помогать это в операционном управлении бизнесом? То, что для, допустим, Алексея затраты, для нас получается доход. И да, мы начали его во-первых, достаточно гибко варьировать в зависимости от региона, клиента, там, характера груза, набора услуг и прочего, то есть получили возможность гибкой тарификации. Вот. И, соответственно, на основе автоматического расчета тарифа по, вот, я там показывал, сложные матрицы, которые по каждому городу строятся, все считается автоматически вплоть до того, что мы имеем возможность по отчетному периоду собрать все перевозки, пересчитать их с учетом каких-то изменившихся уточненных данных, собрать единый документ из нескольких тысяч строк состоящий и по итогу выставить счет клиенту с подробной детальной расшифровкой, во что обошлась ему доставка каждого конкретного заказа. А поскольку вот этот тарификатор, он автоматизированный зашит систему, мы можем предлагать такую доп. услугу, как предварительную оценку, предварительный расчет, вплоть до того, что предлагать ее неограниченному кругу лиц путем размещения калькулятора на сайте. Такая история у нас тоже была. Любой потенциальный получатель, клиент интернет-магазина может зайти на сайт, забить свой адрес, соответственно, выбрать адрес отправки, какие-то минимальные весогабаритные характеристики и получить уже точную рассчитанную цифру, во сколько обойдется эта доставка. По всем регионам России технических ограничений нет, расширить это и дальше на весь шарик. Спасибо. Мне кажется, то, что сегодня рассказали наши докладчики, должно оставить у вас только один вопрос. Когда ко мне приедут сотрудники Аксилот, чтобы показывать именно мою систему. Спасибо большое. Это все то, что мы хотели обсудить вместе с нашими коллегами из компании Автопэка Агропром комплектации. Я надеюсь, что каждый из тех, кто сегодня собрался, он услышал то, что хотел, услышал, а если вопросы какие-то не осветились, то WhatsApp продолжает работать. Конечно, мне кажется, что то, что сейчас наша компания презентует системы ВМС, ВТМС, как части одной платформы, это дополнительная хорошая новость для рынка, потому что белые пятна в логистике, которую принято считать затратной частью белых пятен быть не должно. На этом все и, наверное, заключающее слово нашего сегодняшнего мероприятия я предоставлю Алексею Тимашову. Алексей, мы ждем тебя здесь. Алексей куда-то делся, он хотел что-то рассказать про нас. показывает, что от одна минута. Может быть, что-то еще у вас спросить. В целом, я знаю, что он хотел сказать. Ну, вот он. Большое спасибо. Я очень внимательно, правда, вот с той стороны смотрел все это, слушал, общался. Мне радует то, что, во-первых, главное осознание того, что то, что мы делаем, оно все-таки востребовано и нужно. Это, наверное, самое главное осознание. Мы будем вкладывать много ресурсов в то, чтобы продолжать развиваться и чтобы те технологические решения, которые мы предлагаем, они были полезны вам, в первую очередь, вам, нашим клиентам. Большое спасибо. Я так понимаю, наша дискуссия сейчас заканчивается. Да, наше пленарное заседание завершено. Сейчас обед длительностью в час, а после этого мы разделяемся на несколько частей. Субтитры создавал DimaTorzok